всем привет всем привет я решила что ну блин если такая красота надо хотя бы прямой эфир провести еще на страничке да теперь она тут ваша мама и там и тут показывают да мне сегодня просто была фотосессия настя кудри кудри все на месте да уж у меня сегодня было фотосессии я решила ну надо эксплуатировать красоту по полной программе и решила провести еще небольшой прямой эфир просто поотвечать на вопросы без темы без какой-то повестки потому что вот совсем недавно закончится прямой эфир да я так и поняла что ты зашла проверить кудри вот закончился прямой эфир говорили про ошибки а сейчас я с удовольствием отвечаю на вопрос если они у вас есть да то есть я не знаю насколько я здесь как попрет в общем как попрет но если есть вопросы я на них с удовольствием по отвечаю так что вот если есть что спросить спрашивайте я с удовольствием отвечу так у меня были вроде сегодня еще а нет все форма для вопросов у меня закончилась из которой можно было брать поэтому безумно соскучилась во выходном смотрела два эфира на ютюбе ну вот отлично я перья говорю я как-то врываясь в youtube просто какими-то волнами у меня просто всплески а потом я опять пропадаю как ваши дела как мои дела как мои дела все вроде бы хорошо последняя скажем так наверное рабочая такая загружена рабочая неделя в году мне есть надо на этой неделе провести еще два вебинара ну и потом можно потихонечку уже заниматься такими бумажными делами и уходить на каникулы на выходные на планирую вообще очень сильно ничего не делать прям по максимуму вот если получится вообще ничего не делать то мне бы хотелось как раз вот этим и заняться потому что в этом году мне кажется я никогда столько не работала нет конечно работа всегда мне теперь приносит только удовольствие но я поняла что надо немножечко как-то сокращать сокращать объемы да потому что ну или иначе поедет кукуха так в чем отличие эксфолианта от энзимной пудры и кислот и нужно ли использовать что и другое эксфолиант это то что эксфоли рует то есть и кислоты и пудры относятся к эксфолиантам да эксфолиант это как цветы да вот у нас есть цветы это общее название а есть там розочки и ромашки там тюльпанчики и так далее вот эксфолиант это то что эксфолиирует поэтому есть механические есть кислотные есть энзимные выбирайте что вам ближе по душе елка живая или искусственная только живая только живая елка я против искусственной я считаю что живая елка нанесет меньше вреда экологии да то есть я покупаю елки специально выращенные для нового года из питомника потом они у нас идут на корм коровкам да и перерабатываются у нас есть предприятие которое занимается переработкой как раз таки ели пихты всего чего вот все что с иголочками скажем так и плюс у нас всегда каждый год собирают со старые засохшие елки и отвозят тоже на корм коровкам там перемалывают а них едят я считаю что это более экологично да то есть я не иду не рублю где-то в лесу там непонятно елку я всегда покупаю да это да дорого дорогое удовольствие но я сторонник того что пусть будет живая да либо никакая то есть искусственные елки вообще не мой формат я люблю когда елка или там пихта да пахнет чаще всего все-таки пихточки да потому что елки они такие такие дохленькие да я люблю пихточки они вкусно пахнут они постоянно выкидывают вот этот приятный запах плюс я люблю иногда просто подойти оторвать иголочку и пожевать вместе с мандаринкой это у меня такой фетиш можно ли кислоты делать с ретинолом сразу у меня на эту тему есть в hdtv видео я прям показывала какие кислоты можно какие нельзя с каким ретинолом можно с каким нельзя поэтому можно вот в hdtv зайти и пролистать чуть чуть подальше и там вот она обязательно будет можно ли на кислоты это я уже ответила вот расскажите мне какие у вас новогодние планы как настроение я уже потихонечку потихонечку начинаю заряжаться новогодним настроением я уже уже всех поздравляю с наступающим уже второй день хожу и поздравляю всех с наступающим потому что мне кажется что уже уже пора чтобы она наступила как вам по текстуре эффекту крем с витамином каким витамином вот и не сфри не знаю я и не сфри по моему пробовала только вот их солнцезащитный крем вот недавно который вышел он классный отеки от ретинола нормально ну вообще отеки это не всегда нормально то есть вы уверен что это конкретно от да ну от ретинола да то есть скорее это может быть какие-то дополнительные компоненты которые входят состав этого продукта либо же это что-то совершенно другое то есть обычно на ретиноидах наоборот отечность спадает можно ретинол закрыть крем с пептидами можно пожалуйста прекрасно как относитесь к донсорваль дарсонвалю от выпадения волос честно не изучала никогда дарсонваль ужасное название то есть как-то тема это мне никогда не интересовало поэтому честно ничего не могу сказать насколько я знаю он не сертифицирован как медицинский препарат или сертифицирован ну в общем честно ничего не буду говорить потому что вот не в теме какие супер активы искать сыворотки против акне у меня даже здесь целый пост супер активы при акне но какие давайте так какие активы ищу я я ищу нашу любимую салицилку азелаинку вот салицилово-азелаиновые кислоты прям вообще обожаю миндалька туда же но как-то я вот меньше к ней как-то так с любовью отношусь но тоже классная миндальная кислота пусть она тоже будет да бутиловый кадат неоцинамид сафальянс диоевая кислота то есть вот такие компоненты я обычно ищу в составе в принципе не только сывороток да но и тонеров кремов для проблемной кожи если словила раздражение от андалу с камбучей и вводила одновременно ретинол на время восстановления подойдет тонер медикейт плюс неоцинамид медикейт плюс мл и лагон подойдет и там бы еще понять с чего конкретно вы словили да раздражение вы спросили про реал бейлер у технолог там в умывашках пеги озабляют мл и нет я не спрашивала если честно но я посмотрю спрошу как-то я не слышала про умывашки может я где-то пропустила витамин c с пептидами можно про это тоже есть видео про сочетаемость ну вот например пептиды меди с витамином c нельзя да то есть они не дружат они медь она к сожалению окисляет витамин c расскажите пожалуйста если днем был в сауне как после нее ухаживать за кожей вечерний уход в таком случае нужно отменить или будет три рутины за день я не сторонник трех рутин за день я могу иногда вечерний уход нанести там в 4 вечера поэтому лучше пусть у вас останется две рутины подскажите пожалуйста глицерин эффективен при увлажении да это супер клутой 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 крутой ингредиент и вообще я считаю что качественный увлажняющий крем без глицерина редко случается во всех экономичных кремах он на первом месте с водой в более дорогих средствах его встречаю редко либо в середине списка нет ну естественно не глицерином одним едины есть много увлажняющих компонентов но да он действительно дешевый но это не значит что он плохой да он хорошо действительно будет увлажнять кожу поэтому ничего страшного нет просто действительно если крем бюджетный то и кладут туда больше бюджетных активов да то есть каких-то супер дорогих туда не положат покладут не знаю как правильно вот конечно в более дорогих кремах есть и более интересные активы но глицерине ничего плохого да еще раз повторюсь нету он имеет место быть и прекрасный хороший компонент кислоты с 10 процентами витамина c можно не очень понимаю какие конкретно с каким конкретным витамином c но не очень желательно как относитесь к бренду с из дерма слышала не очень почему ну скажем так все что я пробовала меня не впечатлило и как мне показалось они немножечко подустарели да то есть я не могу сказать что они плохие какие-то отвратительные там и вредные или еще что нет абсолютно просто меня они не вдохновили то есть я покупала продукты за свои деньги да то есть и ну то есть есть отдушки такие старомодные очень парфюмированные не в моем стиле да есть какие-то компоненты которые ну скажем так уже как мне кажется слегка подустарели поэтому ну как если вам если вам нравится ок вообще не проблема да то есть но если вы хотите для себя подобрать и что-то возможно более эффективное можно даже спокойно найти в том же ценовом диапазоне но я не пробовала их знаменитые там продукты с азилаиновой кислотой поэтому ничего не могу про них сказать кислоты с 10 процентами витамина c в разные дни естественно чередовать да можно можно например витамин c утром кислоты вечером если крем с ретинолом для глаз не подошел можно его на лицо можно я так делала с кремом от верса крем для глаз мне к сожалению вот под глаза вообще не подошел никаким образом а на лицо очень было комфортно какие проблемы решают пептиды меди кому они показаны ну пептиды меди это больше про регенерацию про противовоспалительные моменты ну и легкий антиэйдж тоже оказывают но в основном это вот для кожи проблемные для кожи поврежденные да для того чтобы поработать с регенерацией пришли по моему вопросы форма но я их не вижу высвечивались но и я их не вижу к сожалению всем привет всем привет кто присоединяется я сегодня решила что повещать еще не наговорилась я видимо не наговорилась надо мне еще о чем-нибудь поговорить вопроса кстати про камбучу и камбучку к сожалению меньше не стало даже после поста все равно эти вопросы к сожалению ко мне прилетали и сегодня да поэтому давайте еще раз я проговорю этот момент что такое камбучка и вообще для чего она нужна это последний пост в чем же между ними разница камбуча это скажем так ферментированный комплекс и он классно работает на поддержание микробиома на увлажнение все с ним прекрасно камбучка это совершенно другой комплекс да там совершенно другие скажем так бактерии участвуют в его создании и вот у него как раз таки все вот эти классные фишки плюшки в виде работы с гликацией уплотнения кожи придания сияния то есть это все делает камбучка камбучка это вот тот чайный гриб который мы обычно в детстве пили да вот эта непонятная субстанция которая плавала в трехлитровой банке да мне безумно конечно нравился этот напиток но то есть это классный пребиотик пробиотик да то есть там со всех сторон прекрасно для микробиоты нашей кожи но это разные вещи вполне это не разные функции какой крем для лица сейчас вас любимый ой хороший вопрос ну я чаще всего сейчас использую зеленый крем от элайс он мне безумно нравится то есть у меня скажем так в разное время года разный любимый крем а мне так же супер нравится тот крем который у меня был бренда кока дремовиджиолс он мне как раз таки сейчас ждет на почте я завтра пойду мне сегодня просто практически там был на улице было минус тридцать и как-то чопать до почты которая у меня простите в ебенях каких-то находится мне не сильно хотелось да вот завтра уже будет минус пятнадцать поэтому можно совершить такой легкий воеж на почту и забрать его потому что ну действительно супер базовый супер комфортный супер классный крем единственная проблема это бренд в россии достать вообще блин это реально какая-то миссия невыполнима я кое-как нашла магазины вернее клиники да которые продают этот бренд мало того что он стоит блин до хрена почему то ну он как бы сам по себе не дешевый но в россии он стоит еще дороже и при этом они отказываются его продавать онлайн я не могу понять этой политики потому что и ладно бы я хотела там я не знаю жахнуть какой-нибудь срединный пилинг и это было бы логично мне бы сказать девушка как бы нет а тут крем который наоборот восстанавливает защитный барьер но мне его не могут продать да то есть формате онлайн поэтому который раз уже он летит ко мне с украины как оказывается это во первых быстрее проще и дешевле поэтому вот завтра пойду забирать свою посылочку вот он тоже один из моих самых любимых кремов спасибо что вы умница и красавица ой спасибо спасибо чем опасно часто использование карбоксе ой чем опасно ну все таки это такой раздражающий кожу актив да то есть кожа испытывает все равно стресс пусть и скажем так с положительной потом отдачей но постоянно стрессировать свою кожу наверное не самая удачная идея все таки комфортнее и более качественный эффект вы увидите когда будете проделывать карбоксе курсом я мажу лицо клиндовит гелем понятно хорошо вопрос какой у салаб уже пробовали да я попробовала попробовала я сыворотку которая с чайным деревом и их энзимную пудру когда скажем так мне предлагалось это на обзор я как поняла все таки это все было вокруг всегда линейки с пдрм да то есть это их достаточно новая линейка и там действительно заявлен очень хороший процент этих пдрм полинуклеотидов 3 процента это все очень круто но я все таки отказалась от этой линейки потому что у меня не сухая возрастная кожа и я к сожалению или к счастью на данный момент не могу оценить весь потенциал данного компонента то есть я просто ничего не пойму это будет просто максимум в лучшем случае хорошее увлажнение поэтому я очень тщательно долго выбирала продукты и вот в итоге я остановилась на сыворотке с неоцинамидом и антиоксидантами на сыворотке с чайным деревом и на энзимной пудре энзимная пудра такая очень базовая лейтовая энзимов там вообще очень мало не в самом конце и отшелушивает она как раз таки за счет господи кукурузных хлопьев или овсяных хлопьев да то есть очень часто например в очищающих пудрах они даже иногда и не пишутся как энзимные просто очищающие это неплохо да просто это не энзимы это такой достаточно порошочек который просто растворяется в воде и слегка имеет абразивные частички ну то есть неплохо не могу сказать что это лучшая энзимная пудра которая была в моей жизни сыворотка с чайным деревом пока что мне нравится она супер легкая это супер гель такой который впитывается моментально практически хорошо успокаивает кожу имеет специфический запах чайного дерева но я говорю пока вот я в процессе тестирования вторую сыворотку я не открывала то есть пока что ничего не могу сказать чем можно убрать чем можно убрать небольшую мимическую морщинку под глазом это возможно вообще при помощи косметики ну если это прям супер небольшая тоненькая мимическая морщинка туда можно можно теми же самыми патчами от бренда сиюскин там и волюфилин и миорелаксант пептид то есть в принципе для данной зоны это отличный вариант можно рассмотреть и другие какие-то варианты с миорелаксантами если это прям вот совсем какая-то малюсенькая морщиночка то да и меня хнул сорян я не знаю просто просто я не знаю как еще по-другому назвать то место где находится моя почта просто мне нужно идти через теплотрассу гаражи частный сектор какой-то разрушенный завод который постоянно там рушат и крушат его сносят и то есть ты идешь там еще какая-нибудь стая бродячих собак ты думаешь господи зачем зачем я иду на эту почту может она мне и не надо на самом деле ну такой вот у меня достаточно живописный путь и масло криле я не нет я не пью масло криле я пью просто омега омега 3 в пост про комбучку добавлена сыворотка от PSA на ней написано что она с комбучей это ошибка как лечить тогда нет это не ошибка просто есть производители которые указывают комбуча но на самом деле мы с вами рассмотрели что комбуча она по классификации АНСЯ пишется немножечко по-другому там в составе именно идет комплекс сидермовский комбучка да как отличать смотрим в состав то есть то как обозначается комбучка по классификации АНСЯ я вам указала как обозначается комбуча там тоже так же написано на примере эссенции у доктор Сьюриков есть источники которые скажем так все сметают под одну гребенку и комбуча и комбучка и все это у них одно и то же но комплекс на который были исследования на которые скажем так есть конкретная информация называется комбучка это сидерма и вот то что там было выложено я также выложила в пост Знакомы ли вы с брендом нет я не знаю даже как он ФРХОТ ХОХОТ правда я не знаю как он читается я похожа была мне кажется сейчас на ежика вот нет я не знаю можно ли как-то отделаться от закрытых комедонов вы слышите я до сих пор пытаюсь отделаться от открытых комедонов они все равно меня периодически настигают даже и говорю это вот то что вы покупаете какие-то дорогие продукты это не всегда гарантия того что ваша кожа станет идеальная просто раз и навсегда стоит я не знаю там перелет переезд стресс я не знаю там гормональный какой-то перепад еще что-то и это все вот оно просто опять запускается вот этот каскад и причем у меня есть закрытые комедоны в одних и тех же местах где вот сальная железа какая-нибудь там тонкая кривая косая она к сожалению там будет всегда она будет всегда всю жизнь такая то есть она с возрастом к сожалению не выпрямиться и не станет там как 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 вот должно быть по учебнику да поэтому находите средства которые на вас работают постоянно занимайтесь эксплицией ну в смысле не каждый день да делать ее необходимое количество раз в неделю чтобы это вот поддерживался результат но к сожалению никогда не это количество а вопрос в том что это антибиотик да клендомицин это антибиотик и тут у меня вопрос зачем вы его используете с какой целью А кто вам его назначил, да, что вы используете в паре с антибиотиком, потому что, например, если мы говорим про лечение акне, то антибиотики как монотерапии не назначаются, да, то есть, поэтому тут вопрос, с какой целью вы их используете. Если я куплю моей дочке умывалку гель от Адалуны, я еще раз голубой, и к ним от Самбайминиацин, не будет слишком много, у нее жирненький с прыщами и курит. Ой, ну, курить плохо, вы ей скажите, что вот она вот курит, и поэтому у нее ухудшаются прыщи. Это вот я сейчас не потому, что я такая у бабы-яготла, я тоже курила в свое время, надеюсь, мне мама не смотрит, ну, хотя я уже маме тоже об этом говорила. Я тоже курила, и это естественный какой-то, видимо, процесс эволюции, который должен пройти у человека прямоходящего, но, к сожалению, курение очень сильно ухудшает, осложняет течение акне, ну, и вообще каких-то вот проблем с высыпаниями, но, да, в принципе, это то, что ей хорошо будет, потому что, если вы курите, в вашем уходе должна быть просто конская доза антиоксидантов в топических средствах. Можно ли, а, это я уже ответила. Белла Ора в вашем рейтинге. Ну, смотрите, она будет, она однозначно будет в рейтинге следующего года, просто она приехала, скажем так, в мою жизнь, вошла красиво в мою грешную жизнь под самый конец, поэтому я уже составила топ, и, ну, поверьте мне, в следующем 22-м году однозначно вот эти два продукта, которые у меня есть, эликсир и ночная маска, они туда однозначно попадут. Это тот случай, когда вот эти пробники, которые присылались мне постоянно из разных мест, я складывала, 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 у меня накопилось, наверное, 4 пробника эликсира. И я так думаю, ну, блин, ну, 4 пробника, это уже, в принципе, я могу попробовать продукты и вот в течение там нескольких дней и вот вообще понять, да, хотя бы там, надо мне его покупать или не надо, потому что стоит-то как бы, ну, очень, даже очень себе. И в итоге я пробовала, получается, вот 4 дня подряд, и я поняла, что мне очень нравится, как моя кожа выглядит, действительно, она менее чувствительная становится, то есть все равно на ретиноидах периодически чувствительность колышется, и постоянно какая-нибудь бельберда у меня вылезет, вот после того, как я сожгла себе кожу с кинсьютикл, у меня теперь периодически какая-то вот чувствительность появляется. Меньше красноты, воспаления за ночь реально подсыхают, сдуваются. Я поняла, что, в принципе, я готова, да, потратиться на эликсир. И приезжаем несколько раз Кате в гости, а у нее как раз стояла эта маска для ее детеныша, у которого тоже высыпание, но, в общем, я к детенышу присоединилась, тоже этой масочкой попользовалась, и все разы, которые я пробовала, на утро я просыпалась, и мне прям супер нравилась моя кожа. Поэтому я купила сначала маску, а потом мы поехали в гости к представителям бренда Эйлайс, PSA, Holy Frog и как раз-таки Белла Ора, Лулу, я думаю, что многие из вас знают, да, и как-то вот, скажем так, мне с барского плеча перепала эта сыворотка эликсир, и я, чему я была безумно рада, потому что я уже, в принципе, готова была ее купить в последний день, поэтому в любом случае она бы у меня однозначно была. И вот эти два продукта, больше я ничего там для себя не вижу, как вот для обладателя жирной проблемной кожи. Вот эти два продукта мне очень нравятся, они сейчас у меня активно в уходе. Клиндавит гель – это не средство от подкожников. Вы просто добиваете свою кожу антибиотиком, вы добиваетесь антибиотикорезистентности, и дальше, поверьте мне, будет только хуже, будет очень сильный откат. Поэтому, пожалуйста, вы либо обратитесь к дерматологу, да, для того, чтобы вам выписать там адополены, физел и так далее, но уберите антибиотик, это то, чем вы себе, к сожалению, вредите. Какая лучшая энзимная пудра была в вашей жизни? Ох, ох, эта энзимная пудра, какая же была лучшая в моей жизни. Мне очень нравится энзимная пудра от ESSEN3, которая вот у них вот в этих вот зелененьких пакетиках, и мне очень нравится пудра от Dermalogica. Я пробовала и просто Daily Exfoliant, и та, которая что-то типа антиэйдж, ну, это все такое маркетинг себе, антиэйдж, энзимная пудра, ну, такое себе. Вот, они классные. Но при учете, что Dermalogica стоит, как бы, так очень прилично, то можно обойтись и более бюджетным аналогом. Как часто нужно использовать патчи для класс, в случае, как уход каждый день? Все зависит от патчей, да, те же самые CU Skin желательно использовать вот как раз курсом баночку, да, то есть там 30 пар, 30 дней, вы как раз используете каждый день утром, видите, классный эффект. А если вы используете патчи просто там для дополнительного увлажнения и снятия отечности, то просто храните их в холодильнике и по мере надобности используйте. Отлично выглядите, такая прическа очень идет. Ой, спасибо. Делали мы ее очень-очень долго, я боюсь, что голову я мыть буду тоже очень-очень долго, примерно неделю, вот. Но мне кажется, она того стоила. Я посмотрела сегодняшние фотографии, поняла в очередной раз, что почему-то на фотографиях я выгляжу как мамонтенок, да, то есть вот просто примерно плюс 20 кило, ну, то есть это же я просто вообще мастер, вот так, причем я позирую примерно на уровне бревна, да, то есть мне просто как бы говорят, Алиса, стань как-нибудь красивой. И Алиса просто вот в таком формате, просто в формате бревна, но вроде там что-то даже можно немножечко выцепить и даже, возможно, я это выложу когда-нибудь в Инстаграм. Утром сыворотка с витамином С, вечером литинол допустима при отличной переносимости. Да, прекрасно. Как правильно и куда вставить пептиды медикейт в уход? Вот, ну, в утро, прекрасно, вставляются в утренний уход. Очень интересно, пожалуйста, сохраните эфиры. Ну, хорошо, я сохраню, я залью вот это на YouTube, но это будет просто, мне кажется, какой-то набор непонятной информации. Пробовали сыворотку Estee Lauder Advanced Night Repair? Нет, как-то я, когда она была супер популярна, я сидела на Корее, а сейчас как-то я смотрю на ее состав и думаю, зачем она мне нужна, да, то есть та же самая Манью прекрасно вообще справлялась. Пробовали вы Аквапрайм от Реджи Дикея? Как вам стоят своих денег? Не пробовала, честно, не вижу в нем никакой логики. Да, там вот этот вот комплекс, который с каким-то буквенно-цифренным названием. Я смотрела его состав, ну, не могу сказать, что там что-то меня сильно так прям заворожило, да, там тот же самый глицерин присутствует. Про вот это все аквапариновое, проводники, открытие вот этих вот каналов. Ну, честно, мне предлагали его на обзор, и я думала купить его сама на свои деньги, и до сих пор, как вы видите, у меня его нет. Поэтому не пробовала, поэтому не могу быть объективной, не могу на 100% сказать, что это фуфло или там это какой-то божественный продукт. Но, скажем так, я его для себя не рассматриваю. Подскажите, пожалуйста, массажеры или фа стоит приобретать, они оправдывают свою стоимость? Вот тут зависит от того, что вы вкладываете в ожидание, да, что вы ждете от этих массажеров, что, ну, то есть, что, что. Ничего никуда не натянут, да, то есть, вот туда наверх тоже не натянут. Он классный, мне нравится, я периодически делаю, очень приятно для улучшения микроциркуляции, для ровного тона лица, но ничего никуда не натягивает. Если вы с этой целью, то, наверное, все-таки не стоит. Пока, к сожалению, мне никто никуда ничего не натянул. Так что вот, коплю на пластику. Серум с витамином С можно закрыть, крем с ретинолом можно. Ой, красотка, да, согласна, я сегодня прям красотка, поэтому буду вещать, видимо, до победного. Совсем не поняла энзимную пудру от лагом. Я, если честно, даже не знала, что у лагом есть энзимная пудра, поэтому я даже не знаю, как прокомментировать. Есть смысл назначать кок при акне? Какое ваше мнение по поводу этой темы? Ну, смотрите, а кок, это не лекарство от акне, да, то есть, это может, они могут купировать какие-то моменты, особенно если мы говорим про СПКИА, да, то как раз-таки СПКИА, я, конечно, там, не суперврач, но и я не занимаюсь никакими, не изучением никакой превентивной медицины. Я говорю с точки зрения классической дерматологии, гинекологии, да, с тех лекций, которые прослушивала я, и СПКИА как раз-таки, к сожалению, полностью не лечится, и оно как раз-таки корректируется комбинированными оральными контрацептивами. Но лечить просто акне, там, например, девочке в 17 лет пойти выписать противозачаточные, может стать лучше, может стать хуже, может вообще никаким образом не сказаться. То есть, это не лекарство от акне, скажем так. Какие активы можно куперозной коже? Да, в принципе, любые, купероз же это не розация, да, то есть, смотри, что вы вкладываете в понятие купероз. Да, купероз это ломкость сосудов по той или иной причине, и в принципе, там, какие-то строгие запретов именно при куперозе. При куперозе нету. Но если мы не говорим именно про купероз, а не про телеангиоктазии при розации. Спасибо. Волосы, да. Волосы у меня сегодня прям... Буду мыть я очень долго, волосы свои. А что бы еще хотели попробовать от Мидер? Что интересно? Не знаю, как-то пока я все, что хотела, попробовала. Может быть, когда у меня появятся мимические морщины, я попробую Меофикс. Может быть, когда-нибудь попробую Армалифт. Но на данный период пока что я закончила свое тестирование. Наверное, надо будет тоже как-нибудь пост-видео что-то вот рассказать. Пробовали крем Ламер. Баночка 15 мл. примерно 8к. Почему так дорого? Ну, потому что, во-первых, это бренд. Во-вторых, да, у них присутствуют какие-то дорогие компоненты. Но сама база продуктов, честно, меня никаким образом не привлекает. Поэтому Ламер даже бесплатно я брать не планирую. Какой фирмы пробиотики в сыворотках посоветовать? Хорошие, бюджетные. Посоветую на YouTube сходить. Там мы разбирали сыворотки с пробиотиками. Там есть и супер бюджетные, и супер небюджетные. Поэтому можно посмотреть. Крем защита от ветра и мороза наносится под SPF или сверху? SPF это всегда самый последний этап вашего ухода. Что делать, если кожа после чистки шелушится, но при этом блестит и лезут прыщи? Во-первых, понять, что чистка это не то, что нужно вашей коже. Да, то есть чистка не решает ваших проблем. Она просто убирает. Это вот как ногти подстригать. Они все равно будут расти. А чистить до промочения вы так себе просто кожу загубите. Успокаивать кожу, восстанавливая защитный барьер? Есть ли продукты с комбучкой специально для сухой кожи без акне? А нету продуктов с комбучкой специально для кожи с акне. То есть все те продукты, которые я вчера выложила в посте, а больше я добавить не могу ничего, то они все универсальны. Они все подойдут любому типу кожи. Есть комбучка еще в PSA героине. Тонер с медальной кислотой, которая очень любит сухокожики. Можно попробовать его. У меня сегодня просто как раз чудесным образом оказалась новая баночка PSA Most. Я поняла, что это судьба. Я вчера так вещала долго про комбучку, что в общем судьба послала мне баночку этой прелести. И я прям безумно счастлива, потому что это реально самая крутая увлажняющая сыворотка, которая у меня была. Каким кремом закрыть витамин С утром? Не хватает увлажнения, кожа проблемная возрастная. Честно, я не подбираю продукты в данном формате, поэтому можно посмотреть по тегу Furman Barrier. Там будет очень много разных кремов. Кто бы по образованию? Спасибо. Я педагог. Педагог. У меня педагогическое и лингвистическое образование. Училка я. Училка. Ваше отношение к ботоксу побочек. Побочек много. И отеки, и различных неприятных побочек, которые возникают либо в каких-то индивидуальных моментах, либо когда вы ставите непонятно где, непонятно что. Но я к ботоксу отношусь как? Если у вас есть четкие показания для ботокса, и вы делаете качественный продукт в качественной клинике, все прекрасно. Не вижу никаких проблем. Да, после фотосессии. Обычно я в обычной жизни так не хожу, потому что столько терпения у меня нет. Нужно ли ретинол-сыворотку закрывать кремом? Какой конкретно ретинол? Ваше отношение к люмеку? Не знаю, не слышала никогда. Ну, все. Я прошла по всем вопросам. Еще глаз чашется, капец. К чему чашется глаз? Может, просто нужно его помыть? Ой. Ну вот, так вот. Если есть еще вопросики, задаем. Если нет, то я пойду пытаться отмыть свою голову от этой прекрасной красоты. И увидимся с вами. У меня там еще копятся эти пустые баночки. Я думаю, что до конца года я должна про них снять видео. Как меняется уход после инъекций ботокса. Да, принципиально никак. Вы можете просто добавлять, например, свой уход пептидами и релаксанты, которые будут продлевать эффект. А так каких-то запретов особо нет. Сыворотка полосчоис. Нет, полосчоис с ретином, если вы про нее, закрывать не надо. Индивная пудра Эббот стоит внимания. А, Бабар. Не слышала. А, Бабар. Слушайте, есть люди, которые просто пищат от нее. Есть люди, которые просто плачут от нее. Поэтому я не пробовала. Ничего не могу сказать. Я даже состав ее особо не смотрела. Поэтому не знаю, правда. То есть, я не пробовала. Я от Бабар, по-моему, ничего не пробовала. Как-то вот пока что душа в ту сторону не лежит. Я пока очень так трепетно выбираю бренды и продукты, которые буду брать в свой уход. Поэтому ваше мнение о бренде Versa. О, я не так много продуктов-то попробовала. Да, то есть, ретинол, который я пробовала, Blemish Fix, такая штучка-дрючка, как говорится. Очень многие от нее облазят. И, к сожалению, мой муж облез от нее. Я не облазила, но он так подсушивает. То есть, его надо конкретно хорошо закрывать и восстанавливать кожу после него. Очищающий продукт вообще никаким образом меня не впечатлил. То есть, ощущение, что ты умылась. Это вот как, я не знаю, купить листья салата и сидеть их есть. Вроде полезно, вроде еда. Но ты ешь и вообще ничего не чувствуешь. Вот здесь то же самое я не очень поняла. Был еще у меня несколько пробников дневного крема. Ну, неплохо. Возможно, на лето я бы его и попробовала. Крем для глаз мне подпекал, поэтому я его потом добивала на все лицо. Поэтому как-то вот такое вот у меня непонятное мнение о нем. Ваше мнение при ретиноле Great Gorgeous не пробовала. Даже как-то не интересовалась им. Увлажняющий крем-клиник в розовой баночке. Клиник вообще, по-моему, ничего не... А, ну-то я пробовала когда-то в детстве тырила у мамы косметику. У меня там было мыло для умывания. Жесть жесткая, конечно. Тоннер с ретинолом. Это баловство. А это, кстати, я тоже обсуждала на вебинаре по ретиноидам. Он бесплатный. Он доступен на YouTube. Там два часа супер классной информации. Поверьте мне, даже в платных вебинарах вы многое там не найдете. Поэтому вот прям всех посылаю туда. Я люблю всех посылать. А вот посылаю вас туда. И там я как раз показывала, какой ретинол в тоннере ок, а какой не ок. Поэтому вот вам спойлер. Идите, посмотрите. Что же я зря старалась. Clarity Peptide под кристалл ретинол в вечернем уходе. Или все-таки утром под крем. Вы можете делать как так, так и так. Вот как хотите. И тот, и тот способ, да, имеет место быть. А вы будете разбирать составы серумов с неоцинамидом, например? Ну, я подумаю. Может быть, может быть, да. Пока что этот ближайший, наверное, разбор составов будет в январе. Может быть, даже в феврале. Потому что в январе у нас вебинар в клубе. И у Лены отпуск. Но я рассмотрю. Я неоцинамид очень люблю. Поэтому да, скорее всего. Бытует мнение, что японская косметика самая лучшая работающая. Ваше мнение. Ну, слушайте. Бытует мнение, что корейская косметика самая лучшая. И так далее. Нет. Японцы однозначно крутые. Японцы однозначно сильные. У них сильные разработки в области витамина С. В области антиоксидантов, в области антиполюшин, в области волос. Да. То есть, они однозначно, ну, лидирующие позиции в мире занимают. Поэтому я бы не гребла под одну гребенку всю японскую косметику. Но то, что у японцев сильная база, однозначно да. Когда патчи покалывают, это норма. Да, в принципе, это бывает такое. Покалывают, подпекают. Это не всегда страшно. То есть, если у вас потом, когда вы снимаете патчи, нет никаких там раздражений и покраснений, ничего страшного. Пробовали пэды от Dermalogica? Пэды, по-моему, не пробовала. Ну, или, по крайней мере, я как-то не припоминаю. Пэды утро или вечер? Какие пэды конкретно? Есть пэды, которые можно только утром, вернее, которые можно только вечером. Есть пэды, которые можно, когда хочешь. Есть пэды, которые надо смывать. Пэды пэдом розни. После процедур на брови, ресницы, окрашивания, ламинирования, говорят, не мочить в течение суток. Как лучше не наносить ЭСП вообще или не смывать его сутки? Ну, смотрите, я ресницы наращиваю уже очень много лет. И я просто в этот день, да, очищая все лицо мицеллярной водой, да, в общем, все, то есть я глаза не затрагиваю, очищая все лицо мицеллярной водой. И далее у меня есть просто такое очень мягкое, я не знаю, как это ткань, я все время замываю, не флиз. Ну, короче, такая очень мягкая салфетка, муслиновая, да, муслиновая салфетка. Я ее смачиваю в теплой воде и досмываю вот эту мицеллярную воду. Да, конечно, от одного раза ничего с вами не случится. Ну, то есть я все равно очищаю кожу. Пробовали крем от Pimka New для глаз? Я пробовала тот, который с комбучкой, да, который черненький. Я пробовала его на руке, ну, такая плотноватая текстура, то есть для меня это плотновато. Вот для тех, у кого, например, кожа склонна к сухости, я думаю, однозначно подойдет. Этеми, это Ленин бренд или я ошибаюсь? Это лучше уточнить у Елены, потому что есть, например, какие-то бренды, которые я точно знаю, что это Лена, но это коммерческая тайна, и говорить про них нельзя. Поэтому лучше уточнить у Елены. По институтам утро или вечер? Конечно, вечер. Там же кислот-то, мамы, не горюй. Утром кислоты не надо. Если кожа с прыщами и обезвоженная, сначала нужно восстанавливать кожу, а затем использовать кислоты или все одновременно делать. Вы можете одновременно работать на оба фронта, то есть вы восстанавливаете кожу и подключаете какие-нибудь антибактериальные компоненты, там ту же самую салициловую кислоту, чайное дерево, неоцинамид. Все это плавно, постепенно вводите. Можно как бы как Цезарь делать два дела одновременно. Главное, ну, не впадать в такие прям зверства. Начиньте сняться на мида, далее там два-три раза в неделю используйте салициловую кислоту. При этом делать упор на восстановление микробиома, защитного барьера, все-все-все-все-все. Вот это уже, мне кажется, меня разбуди ночью, я буду всем рассказывать про защитный барьер, микробиом и очищение. При ОФ-индексе 0 пользуетесь СПФ. Ну, если я иду гулять, да, если вот яркое солнце, снежок лежит, я иду гулять очень долго и светить своим прекрасным фейсом на весь мир, то да, я буду наносить санскрин, потому что у меня выходит кислота с ретинолом. Можно ли сочетать в уходе миндальную и гликолевую кислоту, например, одно по утрам, одно... А, гликолевая кислота идет с ретинолом С. Ну, то есть ни гликолевую, ни миндальную кислоту по утрам нельзя. По вечерам можете по очереди использовать. Пожалуйста. Что-то возможно с сиборейным кератозом можно сделать сиборейный кератоз? Сиборейный дерматит? Можно обратиться к дерматологу и поработать с ним. Да. Ну, это все-таки именно в рамках дерматолога. Нет, тут какой-то инопланетный агент летает. Летает тут... Вот как раз-таки вот эти вот загрязнения летают. Я вот сегодня как раз говорила в эфире про очищение, про то, что двухэтапное очищение – это то, что должно присутствовать у любого человека, который живет в городе, даже в маломальске и маленьком, таком, как у меня. Да. Потому что все это, к сожалению, оседает у нас на коже. Особенно, если вы используете продукты с силиконами, то силиконы очень сильно улавливают все это и осаждают на своей решеточке. Если вы не смываете все это тщательно двумя этапами, то, к сожалению, ну, или качественным, хорошим, например, там, олеогелем, то, к сожалению, мы можем получать забитые поры, комедоны и все остальное. А борток, сыворотка, если под глаза ее, то уплотнить там кожу или слабое? Ну, я использовала под глаза, мне нравился эффект. По утрам получается лучше пептиды, увлажнение витамин С, но не кислоты? Да. Домашнее карбекси утро или вечером? Лучше вечером. Правильно вас поняла, если ретинол в уходе больше 6 месяцев, перерыв на лето можно не делать. Да, даже если он у вас больше 3 месяцев, то вы уже можете не делать перерыв на лето. Я кормящая, что закрытыми кабинонами делать ретинально нельзя, какую кислоту посоветуете? Миндальная, зелоиновая, солициловая, энзимная пудра, неоцинамид. Вот ваши активы, которые вы можете использовать и при этом очень хорошо увлажнять кожу. Да, помним про наши прекрасные сериновые протеазы, которые, к сожалению, не работают качественно на отшелушивание, если недостаточное количество влаги в роговом слоре. То есть, если у вас нет достаточного количества влаги, у вас встают все ферментные системы и кожа перестает правильно отшелушиваться, что приводит к гиперкератозу закрытым комедоном. Поэтому увлажняем кожу. Мама, привет. Мама, привет. Да, мама, спрашивали вчера или позавчера, я уже забыла когда, про твой любимый крем для глаз. Если ты еще с нами, напиши, какой крем для глаз у тебя самый любимый. Потому что я не знаю. Мне кажется, что все, что я даю, все, блин, вызывает какие-то непонятные реакции. Витамин С, вот сам пойми, можно наносить утром и вечером? Да, можно наносить утром и вечером. Привет, привет, привет. Да, витамин С, вот сам витамин С. В принципе, если мы не говорим про конскую дозу кислой формы, она может применяться как утром, так и вечером вообще без проблем. Высокая доза кислой формы витамина С при кислом PH применяется только вечером. Карбокси у корейцев есть? Да, есть. Называется DJ Carbon Therapy. Прекрасная карбоксистерапия. Праздничный вечер. Какие шаги быстрого тюнинга? Ой. Быстрого тюнинга? Слушайте, ну я... Максимально быстрый тюнинг. Это я просыпаюсь или там, не знаю, если это вечер. Я делаю микротоки. Это весь мой тюнинг. Делаю микротоки и наношу обычный свой уход. Все. У меня нет, честно, какого-то там вот списка, который бы вот... Сделай 10 шагов и будешь блистать. Я просто делаю микротоки, потому что он снимает отечность. Особенно, если мы говорим про вечер. То есть у меня усталый тип старения. И, к сожалению, к вечеру у меня всегда все к низу. Есть ли смысл покупать дорогой увлажняющий крем, если сыворотка с активами или достаточно бюджетных увлажнялок? Не обязательно. Вы можете взять либо дорогую сыворотку, активную и простой крем, либо сделать наоборот. Либо взять просто один хороший дорогой крем, типа Элайза, и можно вообще без сывороток использовать. Что-то мне так ярко стало, ужас. Как вам бренд Биленда? Ничего не пробовала, поэтому ничего не могу сказать. Я даже не помню, кто это. Это наши или это белорусский бренд? Но я не пробовала, правда. Не могу ничего сказать. Ой. Мои волосюльки закрутились. Куда-то. Так. Обязательно использовать кислоты каждый вечер, кожа с комедоном или достаточно 3-4 раз в неделю. Не надо каждый вечер. Каждый вечер не надо. Никому не надо. Только если мы не говорим про какой-то супер лайтовый. Поэтому нет. Не надо. 3-2 раза в неделю достаточно. Clarity. Попытается. Можно сразу закрывать кремом. Можно. На тонер с пейчей. Ну, с осторожностью, но можно. Польский бренд. Ну вот, блин. Вообще не попало. Как совмещать пробиотики? Барьерный крем. Можно вместе? Нужно вместе. Нужно. Вместе. Вообще будет шикарно. Чем неоциномит 20% отличается от неоциномита 10 и 5%? В концентрации. Скажем так, все супер доказанные эффекты заканчиваются на концентрации 5%. Да. То есть выше доказанной эффективности, что она работает лучше или эффективнее нету. То есть вот остановились они даже на 4%. Да. Есть исследования на 2% и на 4%. На 10, 20, 15 я не встречала. Вы черный ретинал от Medicaid каждый вечер используете или через день? Я использую практически каждый день. Периодически добавляю какие-то кислотные продукты. Косметику PSA, ELISE. Где обычно заказываете? Я заказываю у Кати, потому что ну мне так проще. В России цена везде одинаковая. По миру тоже плюс-минус на ELISE держится одна цена. Поэтому мне проще заказать у Кати и через 2-3 дня у меня будет в корейке. Что делать, если кожа от любого крема забивается? Вот это сразу выкиньте из головы, что кожа забивается от любого крема. Знаете, вот есть... Сегодня у меня короче какой-то словарный видимо этот поток. Но вот эта вот поговорка, знаете, когда первый муж пьет по роже, значит дело в муже. А когда пятый, ну значит дело в роже. Уж простите. Ну это сейчас такое очень грубое сравнение, да, не принимайте на свой счет. И это все к тому, что не бывает такого, что мне не подошли все. Ну во-первых, вы не перепробовали все. Во-вторых, забивать поры это как раз таки проблема скорее всего неправильного очищения. Да, поэтому дело скорее всего в очищении, к сожалению. Да, то есть вы перечисляете кремы, которые априори практически никому и ничего не должны забить. Да, забивание пор, то есть комедоногенность, скатывание это индивидуальный момент каждого конкретного человека. И здесь факторов огромное-огромное количество. То есть попробуйте пересмотреть свое очищение. Вот что-то у меня все перескакивает. Посмотрите, пожалуйста, сыворотку на ночь антиэйдж эффектом и для сияния кожи. Не рекомендую продукты. В прямом эфире у Кати это какой магазин? Корея Кея. Пишется по-английски Корея Кея. Есть миндальная кислота и Косрекс Петсалицили. Как чередовать? Я не знаю, как конкретно вам чередовать. Потому что для того, чтобы мне подобрать кому-то продукт или расписать, как кому какие средства использовать, мне нужно как минимум опросить человека. И там такая достаточно длинная анкетка. Мне нужно знать очень много факторов про вас. Потому что вот я сейчас вам просто с болты скажу использую вот так, а вам потом станет плохо и будет некомфортно или не будет эффекта. Поэтому в формате рубрики вопрос-ответ, в формате прямого эфира я могу, если это, скажем так, никаким образом не навредит вам, просто назвать там название ингредиента или название продукта. Но как конкретно, кому, что и так далее не обессудьте. Для этого нужно как минимум намного больше времени, намного больше информации. Поэтому не обижайтесь, если вдруг по какой-то причине ваш вопрос остался без ответа или остался не с тем ответом, с которым вы бы хотели, чтобы он был. Поэтому... Вот. Так что, наверное, будем загругляться. У меня там муж, дети, собаки, в общем, дом полная чаша, как говорится. Блудливая мать пошла домой, надо и с семьей немножечко побыть. Поэтому всем спасибо. Если вот вопросы, которые сейчас появляются, если вдруг они для вас максимально важны, напишите мне, пожалуйста, либо вот в форму, которую я сейчас выложу, либо в директ, и я на них, конечно, обязательно отвечу. Эфир сохраню, он получился очень такой душевный, ну и плюс у меня такая сегодня шикарная прическа. Само себя не похвалишь, никто не похвалит, да, как говорится. Вот. Всем спасибо. Сейчас залил его на ютубчик, и можно будет его спокойненько посмотреть вечерком под чаёчек под ускорение. В общем, всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...